Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим про автозаказ. Так уж получается, что некоторые позиции, а чаще всего это одежда, мужская, детская, женская, это белье и это обувь, приходят с небольшим опозданием во времени. И такие позиции при оформлении в заказ в основном попадают в разряд автозаказа, ну или фактически заказ с отсрочкой. Так вот, сейчас мы с вами оформим заказ, чтобы было понятно, как товар в эту корзину автозаказа попадает, что с ним потом происходит и где его искать. Итак, мы с вами начинаем набивать в данном случае мужскую футболку. Обратите внимание, что вот этот вот код из цифр, он в каталоге отсутствует. Мы с вами набиваем вот этот вот самый код, состоящий из цифр и буквы. Для того, чтобы у вас правильно отбилась эта позиция, нужно обязательно букву вводить большую и на английском языке. То есть обратите внимание, чтобы ваша клавиатура в данный момент была переведена на латиницу. И выбираем необходимый цвет и размер. Что происходит дальше? Дальше программа нас предупреждает, что товар доступен только по автозаказу. Мы говорим «Да», мы согласны. Дальше нас программа предупреждает. Если вы не в курсе, что такое автозаказ, перейдите по вот этой ссылке. Если я сейчас перейду, то я потеряю форму заказа. Я вот заранее сделала то же самое. И вот на такую ссылку вас переводит программа. И вы можете прочитать полностью все про функцию автозаказа. Не всегда это бывает понятно. Не совсем здесь она так отрабатывается, как написано. Поэтому я показываю буквально. Итак, обратите внимание, здесь нас предупреждают, когда планируется дата поступления этого товара на региональный склад. Не на ваш пункт выдачи, а именно на региональный склад. Как только товар поступит на региональный склад, действительно товар может поступить и 13 мая в данном случае, может прийти чуть раньше, может прийти чуть позже. Это тоже существенно. Как только товар приходит на региональный склад, вам его отгружают, и вам придет дополнительно смс о том, что ваш товар, который был отложен, отработан, и вас ждет заказ. То есть в ближайшее время на пункт выдачи, тот пункт выдачи, куда вы делали последний раз заказ, придет вот этот, грубо говоря, автозаказ, ну или зарезервированный заказ. Пусть мы еще в заказ возьмем одну позицию, это крем для рук по суперцене из этого каталога, и продолжаем оформление заказа. Дальше заказ оформляется, как всегда, как обычно. Никаких изменений, никаких правил. Точнее, никаких новшеств. То же самое отрабатываются акции каталога. Давайте возьмем одну тушь, чтобы вы видели, да, что акции каталога срабатывают, все нормально. Как раз-таки, благодаря акционному товару, у нас отрабатывается полностью цена склада, и вот цена склада, мы можем продолжить оформление заказа. Нажимаем продолжить оформление заказа. Еще раз проверяем, еще раз оцените, нужна ли будет вам, допустим, эта единица, этот товар, ну, где-то после 13 мая ориентировочно. Нужен ли вам будет этот товар. И утверждаем наш заказ. Утверждаем. Еще раз нас предупредили, что мы собирались воспользоваться функцией автозаказ, но мы вроде бы посчитали, да, все нормально. И теперь смотрите, что происходит с заказом. Наш заказ разделился на две части. Та часть, которая придет в ближайшее время, можем даже посмотреть, когда, вот, 22 апреля, да, в ближайшее время, то есть придут те позиции, которые есть на данный момент на складе, и мы будем оплачивать только лишь эти позиции, только лишь эти позиции. И корзина автозаказа, вот та самая футболка, которую мы на данный момент не оплачиваем, потому что товар у нас только зарезервированный, да, но который ожидается поступление аж в мае месяце, аж в мае месяце. Если мы сейчас перейдем к оплате, мы, естественно, будем оплачивать только вот эту часть заказа. Так вот, все бы хорошо, да, все нормально, и как отследить, где у вас находятся автозаказы? Вы переходите в личный кабинет, вы переходите в личный кабинет, и опускаясь вниз, да, вот есть, смотрите, ваши заказы, вся информация по вашим заказам. Вы можете посмотреть корзину автозаказа. Вот здесь в корзине автозаказа, вот есть заказы, которые просто отработались, и есть корзина автозаказа. Здесь находятся все те позиции, все те позиции, весь тот товар, который вошел у нас. Вот в такой, как бы, зарезервированный товар, но это не совсем, конечно, логично, неправильно говорить. Вот весь тот товар, который зашел в корзину автозаказа. Эти же позиции мы можем отследить, если мы с вами делаем отчеты. Отчеты по неоплаченным заказам. Входите в отчеты, есть информация. Неоплаченные заказы личной группы. Делаете, ну, нажимаете, выбираете валюту, ну, в данном случае в Крин, и просмотреть. Вот пока загружается, я вам покажу страничку там, где у меня корзины автозаказа. Смотрите, вот, утвержден. То есть все автозаказы будут в статусе утвержден, утвержден, утвержден. То есть вот так вот можно отследить, где у вас находятся автозаказы. И теперь по поводу редактирования. Я уже сказала, что когда мы с вами нажимаем оформить заказ, мы с вами соглашаемся с тем, что наш товар ориентировочно поступит 13 мая плюс-минус 2-3 дня. В принципе, на региональный склад поступили, нужно время для того, чтобы нам отгрузили, и этот товар пришел на пункт выдачи. Еще раз повторю, на тот пункт выдачи, где мы получали последний наш заказ. Это один момент. Но бывают ситуации, когда этот товар нам уже не актуален. Бывает двоякая ситуация. Во-первых, у нас могли отказаться клиенты, потому что, ну, фактически, вот смотрите, сейчас апрель, ждать 3-4 недели, и клиенты могут отказаться. К сожалению, корзину автозаказа редактировать невозможно. Как только товар перешел в статус утвержден, его невозможно убрать. Я вам покажу небольшую одну такую хитрость, небольшую хитрость, что можно сделать с корзиной автозаказа. на самом деле вы можете убрать этот заказ, но только в том случае, только в том случае, если он у вас попадает во временные рамки, скажем так, дата рейса 21, дата заказа 19, то есть у кого-то это могут быть сутки, у кого-то двое суток. Когда вы оформляли заказ, у вас было написано, до какого времени будет производиться сборка на данный пункт выдачи, на данный пункт выдачи. Вот у меня сегодняшний заказ буквально вне сутки, для того, чтобы я его смогла разутвердить, потому что завтра в 7 утра он уже поменяет статус, нам собирается. Поэтому смотрите, я этот заказ с вот этими позициями, с автозаказом могу сегодня полностью либо удалить, либо разутвердить. Показываю, смотрите, разутверждаю этот заказ. Выполнить. Окей. Окей. И могу отредактировать. Видите, у меня еще эта футболка в состоянии таком, что я могу редактировать. Редактировать, да. Допустим, я хочу выбрать другой размер футболки. Я перепутала. Мне нужен не 54, а мне нужен, допустим, 52. Вот. Я меняю, я меняю футболку, размер футболки. Завтра уже после 7 утра я вот такое дело, то есть разутвердить заказ и поменять его я просто-напросто не смогу. Смотрите, что еще произошло. Поменялась цена. Цена стала чуть дешевле. Видите, меня программа не пускает. Мне нужно буквально на 3 гривны что-то добрать, чтобы меня программа пропустила дальше. Но я возьму саше, стирального порошка. Применить изменения. Применить изменения. Продолжить оформление. То есть уловили, да? А в ближайшие сутки, в ближайшие сутки вы товар, вы заказ, даже с тем товаром, который у вас входит в статус автозаказа, можете редактировать на самом деле. Более того, вы этот заказ можете удалить. Видите, каждый раз, когда мы будем закрывать, вы собираетесь воспользоваться функцией автозаказа. Подробно узнайте. Вот ту ссылку я вам говорила, если опять-таки нажать на нее, то будет опять-таки правило автозаказа. И вас предупреждают, если товары были, если ваши заказы были разных на ПВП, то товар по автозаказу придет на тот пункт, который был указан, на который приходил в последний раз. Оп. И заказ утвердился. И заказ утвердился. То же самое. Он делится на две части. Одна часть, которая с товаром, который есть в наличии, и вторая часть, это футболка, которая придет по автозаказу. По автозаказу. Давайте я сейчас вот эти лишние позакрываю ссылки. И мы продолжим, мы продолжим работать с нашим товаром из корзины автозаказа. Так вот, смотрите. Если вы все-таки, да, все нормально, вы утвердили заказ, все вас устраивает, никаких изменений в ближайшие сутки не происходит, и ваш товар все-таки конкретно попадает в корзину автозаказа. Как только ваш основной заказ с теми позициями, которые вот есть в наличии, то есть с косметикой фактически, поменялся в статус, собирается, то, соответственно, та позиция, которая уходит в автозаказ, она точно так же у вас встанет в статус утвержден, и вы ничего уже, абсолютно ничего с корзиной автозаказа сделать не сможете. Абсолютно ничего. Поэтому все вопросы о том, как быть, если заказ висит там месяц и больше, заказ, товар по автозаказу, здесь уже никаких, к сожалению, манипуляций сделать невозможно, и даже мы писали в обратную связь с просьбой как-то, как-то эту ситуацию разрулить, чтобы можно было корректировать, но не делать. Теперь смотрите, что у нас бывает с корзиной автозаказа. Да, для компании, конечно, мы приняли на себя условие, что мы согласны, что товар поступит вот там 13 мая. Одно дело, мы готовы с вами подождать, другое дело, не всегда готовы на это наши клиенты. Так вот, смотрите, бывают ситуации, когда товар задерживается, и если товар не поступает на региональный склад к обещанной дате, то здесь у нас появляется такая красная кнопка, красненькая кнопка, на которую можно нажать. На этой красной кнопке написано, что вы можете отказаться от автозаказа, и тогда у вас эта позиция исчезает из вашей корзины безвозвратно и безвозмездно. То есть, еще раз, если, ну, грубо говоря, по вине компании, компания не может обеспечить вас товаром к вот этому обещанному сроку, то в вашей корзине появляется активная красная кнопка, я бы хотела ее вам с радостью показать, но, к сожалению, у меня такого товара нет, на которой будет написано, что вы имеете право от этого товара отказаться, и вы да, или ждете, или да, отказываетесь. Если компания вас совсем не может обеспечить этим товаром, то вам придет смс, это сделает программа за вас, вам придет смс, что, к сожалению, вот такой позиции вас обеспечить не могут. Это единственный вариант, когда вы можете как-то убрать, не разутвердить, а убрать тот товар, который висит у вас в корзине автозаказа, и вы его ждете больше месяца. А в других случаях, ну, какие бывают у нас ситуации? У нас чаще всего, если товар уже отгрузили, но ваши клиенты от него отказываются, так бывает, по большому счету два варианта есть. Первый вариант, вы оплачиваете заказ и делаете возврат, то есть у вас на пункте выдачи обязаны забрать этот товар и оформить его как возврат качественного товара. Сумма денег сразу поступает вам именно за за единицу товара, да, поступает вам на расчетный счет вот эта сумма, вот, и снимаются баллы, которые с вас спишутся в следующем периоде. Ну, бывают, конечно, такие случаи, это второй вариант, когда консультант полностью отказывается от этого заказа и руководитель пункта выдачи этот заказ возвращает на региональный склад. То есть только вот так вот можно как-то повлиять на ситуацию, больше никак. Еще раз повторю, если у вас основной заказ то есть смотрите, вот этот первоначальный заказ, я на него сейчас нажму, он меняет статус. Вот пока он готов к сборке первоначальный заказ, вы точно так же можете разутверждать или удалять заказы и решать судьбу вот этого товара, который у вас падает в корзину автозаказа. Как только основной заказ у вас меняет свой статус, готов к сборке, то товар в корзине автозаказа утверждается и никаких манипуляций вы уже провести с ним не можете, то есть вы ждете его прихода. Если вдруг компания не может обеспечить вас к этому сроку, то у вас в корзине автозаказа появляется активная кнопка, активная кнопка, видите, туда-сюда нас программа пропускает, то здесь у вас появится активная кнопка и тогда вы уже можете отказаться от этого товара или дальше продолжаете ждать в зависимости от ваших предпочтений. По-другому с этим заказом больше никак поступить не можете. Ну и пока заказ в статусе готов к сборке, я его могу удалить. Скажем, позвонили вам клиенты и там больше всего не заказывай, не заказывай, мы передумали. Или допустим, вы позвонили клиентам и сказали, знаешь, твоя футболочка придет только 13 числа на региональный склад, значит у нас там числа 15 ориентировочная клиентка. Да нет, зачем мне уже в такие сроки футболочка, а вы уже заказ оформили. В таком случае нажимаете удалить, выполнить и все. Пока что на данный момент только так у нас отрабатывается корзина автозаказа и автозаказа в целом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!